Так, пема. Наверх идем, понял? Тут файт? Что это за вопросик? Ага, чудовище. Давайте сюда. Давайте подготовимся к битве с чудовищами. А конкретно, наверное, вот эту штучку уберем. И вот эту штучку возьмем. Хватает? Угу, угу, угу. 10, 5. А нас идеально было прям погодить. А-а-а, даже так. Жесть, мы, конечно, уложились неплохо. Ладно. Ну, этот чел как бы круто. А, нет, стоп. Блин. Блин, а мне все эти карты нужны. Не, ладно, не могу его поменять, к сожалению. Отделась на нем никак, не получается. Ну так, пощупаем. А, нильфгарцы? Так. Враг мэва врага. Что? Что это было? Спросила мэва, ехавшего рядом. Я бы сказал, что это враг против врага. Похоже, человеческий. Проверим. Возьми пару людей и едем. Быстро. Крики доносились из небольшого поселения. Когда мэва проезжала между домами, ее конь встал на дыбы и пронзительно заржал. Кругом так и кишели трупоеды. Чудовища окружили нескольких нильфгарцев, которые тщетно пытались отогнать их факелами. Рейнер такинул взглядом поле боя и заявил. Не устоят. А доспехи у них слишком тяжелые, чтобы убежать. А где... Блин. Произвол судьбы. А так мы спасти. То есть спасти это возможно подраться, а вот это просто уйти и не драться. А я хочу, чтобы, например, нильфгардцы сдохли от чудовищ. А потом мы добили чудовища. Где такой вариант? Мне, пожалуйста, третий вариант это... Дождаться гибели нильфгардцев. А потом добить чудовища. Тут просто нету то, что мы с чудовищем будем драться. Я хочу подраться. Спасать. Но я не собираюсь их спасать, пусть сдохнут. Мы как бы хотим же спасти север. Или мы будем врагам нашим помогать? Что-то мне не нравится вариант. Может быть, мы, конечно, после этого добьем. Короче, надеюсь, что после этого мы их добьем. То есть мы как бы оставим нильфгардцам не чудовищем, а себе. То есть мы ими попитаемся. Сначала Мэва не знала, что и делать. Но увидев, как гули выхватывают одного нильфгардца и шеренги и живьем разрывают его на части... Ой, надо было оставлять, как сочно. Никто не заслуживает такой смерти. В смысле нет? Нильфгардцы, за мной! Ну как никто? Скетели заслуживают. С врагом заодно. Если бы в начале войны кто-то сказал Мэве, что однажды она встанет на защиту нильфгардцев, рискуя жизнь... Да мы их потом добьем! В смысле? Нет, отмена тогда. Я не буду их защищать, алоэ. Рискуя жизнь собственных солдат, она бы от души посмеялась. Но именно так и случилось. Глядя на гниющие колыки гули, из которых капала вонючая слюна, королев задумался точно, и она приняла правильное решение. Отступать, однако, было уже слишком поздно. Ну такое ощущение, что если мы выберем другой вариант, у нас просто не будет боя. Блин, я хочу просто подраться, ладно. А-а-а... Чёртовы выборы неправильные. В смысле подмогу? Чё это зло своими же ногами? Хе, тебя нету в нашей колоде, чел. Кого там растоптать собрался? Какого хрена? Накеры. Кладбищенские бабы. Ты чё делаешь? Поглотить верхний отряд зашли сброс? Лети, ага. Вы чё, тело появляется на поле в начале первого раунда, после четырёх ходов на челехода, вызовите на дуэль слабейший вражеский отряд. Левый-правый, левый-правый. Ничего страшного уже, если я не погибну, да, в нашем бою? Это как-то, блин, интересно, вот реально во время геймплея как-то повлияет это? Если, например, умрут, даже нет условий засейвить их. Из-за чего никаких условий. Просто бой. Может их в медведи превратить? Блин, прикиньте, если бы мы их в время игры превратили в медведей, и в итоге, когда вышли из боя, у нас в сюжете был бы, один из них стал реально медведем. Если бы он так им бы и остался. Так, а вы чё делать? Начали каждого второго хода, поглощать верхний отряд из вашего сброса. Да почему их вечно сброс какой-то есть, блин? Ни хрена у них тут. Столько нильвегарцев они сожрали. Жесть гули эффективная. Это не живых, причём жрут. Обычные гулили... А, ну это не совсем гули. Подбищенские бабы вообще реально на мёртвых обычно нападают. Просто пожирать. А, давайте сжечь. У нас один раунд, да, у нас один раунд. Сейчас будет больно! Давайте в огонь, чё встали. Жаримся, в кучу и жаримся. Я буду, наверное, накеров убить, кстати. Почему вы нам помогать? Чтобы потом вас убивать. Блин, хочу, чё, на вот этого чела играть. Ладно, не буду, наверное. Сейчас будем храгиться. Не делать нечего. Не-таки, что-то очень весело. Не-таки, что-то очень весело. Мы! Или они! Другого пути нет! Да хрена там юнитов, конечно. Даже как-то овер. Как бафнул. Ну, это ошибка, стал чуть-чел. Мы уже проходили. О, по дуэлилс. Нормально. Просто бранжи потеряли. Да-да. Слушай! Королева приняла решение! Да не напоминайте, чуваки. Ну, чё вы? Приняла и приняла. Королева хочет драться со всеми. Мы всех будем убивать. Просто хочется драться. А, может быть, вот это мы. 3-6. Как-то я попал одному сапагу в глаз 20 шагов. Тут вот, кстати, надо в задней рации. Там много народу. Пускай повеселится. Пускай повеселится. 3-6-7. Может, два арбалетика выпустили. Мы должны доверять друг другу. Это не совсем арбалетик. Берегите головы! Берегите головы. Так. Арбалетик еще один есть, если что. Наверное, его и хочу. Например. Тебя. Арбалетик, по вашему приказанию прибыл. Тут брони до хренички, конечно. Но, может быть, получится убить. А че они бафаются? Это в смысле? Хватит бафать. Ооо. Ой. Ой, можно второго-то даже подправить. Давайте. Наверное, хочу, чтобы он там был. Чем они больше, тем проще попасть. Надо было бы в этого бить, наверное. Надо было бы в этого бить, наверное. Давай, сюда. Иди сюда. Иди сюда. Чем проще, хороша, ее спрятать легко. Не, 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 не херня. Надо вот этих пытаться бить. Не, погодите. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Ой, нет. Надо было в другом порядке. Забыл. Что-то это чел сейчас сдохнет. Забыл. Ой, ошибочка. Ошибочка, чел. Ошибочка. Как же он ошибается? Хе. Ну, Нильгарсы сдохли. Все в порядке. Так и хотел. В итоге мы... В итоге Нильгарсы сдохли, и мы с чудовищами подрались. Как бы два в одном. Блин, мы почти убили, кстати, этих челов. Они столько бафаются, на самом деле. А мы их почти реально грохнули. Жалко бы в это вот... Тель подставилась. Сюда. На это упал, да? Ладно. Четырнадцать. Ооо, ошибочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Чел. Кого ты сюда поставил? Мы сможем убить? Ну-ка мы ставим этого чувака. Ну нет, пока еще не сможем. На рандоме, если только. Помогаем им. Помогаем. Ну, очень близко. Следующих ходят, кстати, не дохнут. Не, вот эти чуваки, это подстава огромная. thing to keep playing of place at&PA2. Ой. Ой, ой. Я не знаю, зачем этих чуваков они играют. Такая подстава для них. Ну, кого ты там позовёшь ещё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, какие гнильцы, ну, чувак, ну ты чего? Ну, какие гнильцы? Блин, а попадите вы сюда. Сейчас огонь не прокнет, кстати, и все не сдохнут. Но, если попадет огонь, то все сдохнут. А, ничего не произойдет, потому что я посылаю. Ну, ладно. Получилось, Ваше Величество. Чудовища отступают. Так, и мы добиваем гнильфгаарцев. Гнильцы и нильфгаарцы сражались против чудовищ плечом к плечу, как один отряд. Но когда последний из трупоедов пал на земь, солдаты тотчас же разделились на две группы. Воины Мэвы смотрели на захватчиков Искоса, не зная, что делать дальше. Внезапно... Я знаю, что делать. ...знильфгаарцев вышел из строя и упал на колени. Госпожа, я знаю, что в это трудно будет поверить, но мы вам не враги. Мы все здесь родом из Гесса, края которой нильфгаард поработил и сделал своей провинцией. Мы не хотели сражаться на этой войне. Нас силой забрали в армию. Солдат схватил свой меч за клинок и повернул его рукоятью к королеве. Мы искали способ дезертировать, и вот, наконец, нашли. Госпожа, позвольте нам присоединиться к вашей армии. Мы жаждем поражения империи так же горячо, как и вы. Даже так? Ну... Откуда я вам сказал, вон? Из Гесса. Ну, я не знаю, что такое Гесса. Что это за край такой? Ну, в целом, действительно, чуваки находятся хрен знает где. То есть, все, как бы, нильфгардцы, они в каких-то этих... Короче, маленькой толпой обычно не ходят. Хрен пойми где, бесцельно как-то, да? Вот что они тут делают? Непонятно, что они тут делают, просто шляются. Еще и над чудовищно рвались, да? В целом, наверное, можно им уверить. Еще они к нам присоединятся, то есть они за нас будут воевать. Интересно. Мэва помогла стоявшему на коленях солдату подняться на ноги. Враг нильфгарда мой друг. Вне зависимости от того, кто он и откуда родом. Лирийские солдаты приняли решение королевы с явной неохотой. Было видно, что закованным в ненавистные черные панцири дезертиром из ГЕСа еще только предстоит завоевать их доверие. Проверим, проверим. О, ГЕСа пехотинцы. Сюда. О, ГЕСа арбалетчики. А это, по-моему, крутые арбалетчики. Они, по-моему, перезаряжаются там, типа того. Это, кстати, интересно, мы сейчас колоду можем из-за этого раза... Да, блядь, у них... Каждый, блядь, решением минус мораль. Задолбаем, сейчас самим будете решение принимать. У меня уже был один долбоеб, который... Решил просто чало пререзать на ровном месте. Что, этим руку рубить? Так. Ты. Ну, арбалетчик, по идее, должен быть классный. Появляется на поле в начале первого раунда. Что? Верно снеси дверницы урона случайному вражеску. Да, в смысле случайному? Последний раз повторяем, мы не нельгарцы. Хм. Хм. Что-то это немного не те арбалетчики, которых я видел. Видимо, это реально не нельгарцы арбалетчики. Нельгарцы покруче будут. Выглядят на поле в начале первого раунда. То есть их не надо в колоду добавлять? Ааа. В целом, мы обилку нашего часа езаем, поэтому... Так, а сколько ты стоишь? Десять? Чё, охренел? Какую десятку? А сколько у нас двоих? А где вторые? Вот вторые, тоже двойка. Бенгеса-пехотинцы. Выявляйтесь на поле в начале первого раунда. Приказ переместить этот отряд в вашу колоду. Затем призовите случайный отряд из вашей колоды в случайный дружественный ряд. Ну, слишком много слова случайный. Сперва освободим и Лирию, и Ривию, а потом и Гесса. Да-да. Обязательно освободим. Угу. Ну, у них есть огромная проблема. Они стоят, блядь, десять жрачки. Не без обыгрейда максимума их вообще не поместить в колоду. Невозможно просто. Это, наверное, про апгрейди тогда, потому что мы реально не можем хорошие карты брать. Да, это, кстати, реально, что колода очень сильно стопает. Нам надо грейдануть штучку. Вот эту. Вот эту нам надо. То есть нам надо еще вот эту еще, да, грейдануть. Ну, ладно, давайте по порядку. Потому что вот это прям очень нужно. 150 лимита. Сколько стоит? Ну-ка, 2500. А, ну, кстати, 500 голды не хватает. Скоро у нас будет 2500 голды. Окей. Хрен знает. Может быть, я обманули, конечно, эти челы. Но проблема в том, что я не знаю ничего про регион Гесса какой-то. О, по брату мораль вернули. Так, а мы с эльфами, кстати, закончили. Мы, может быть... А, ну, мы сейчас, короче, переделаем, наверное, колоду. Пик или мне кажется. Эм... А-а-а-а-а-а как? А, здесь лесенка какая-то была? Что? Стоп, мы тут не были? А, должны быть. Видимо, да, тут точно не работает штука. Вообще никак. Вопросик. Видимо, нам даже близко не сюда. Так. Погодите. Нам сюда. А почему я дальше не пошел? Или здесь не было прохода дальше? Что произошло? Почему я развернулся и пошел не туда? Не помню. Ну ладно. То есть мы здесь с эльфами дрались? У нас куда-то потом откатило из этого места, что ли? Мы прямо здесь. Да, вон эльфы до сих пор дохлые валяются. Кладбище эльфов. Все по канону. Как бы это было кладбище эльфа? Мы его кладбище эльфов и оставили. А что мы сюда реально пошли? Ну, наконец-то. Я уж думал, этот лес никогда не кончится. Мне казалось, что бандиты хорошо себя чувствуют в лесу. Угу. При условии, что в нем нет вооруженных до зубов эльфов. Ужон от зубов эльфов. Какой-то проход, не? Казалось. Так, где мы? Так, давайте купим разведку на всякий случай. Что-то мне не нравится тут, как мы ходим. О, закрыто. Блин, что-то ни одного сундука еще не нашел. Это тоже мне нам не нравится. О, пазл. Хочу пазл, пазл, пазл. Кто это тролль? Да, похоже на тролля. А, свирепая троллиха. Во время путешествия мне много раз встречались тролли. Некоторые были дружелюбны и готовы помочь. Другие, как троллиха, с которой Мэва столкнулась на бездорожье, охваченный войной агирно, совсем наоборот, видела в людях лишь ингредиенты для супа. Убейте троллиху, не дайте никому из союзников покинуть. Неохота троллей убивать, ну ладно. Раз не хочет тролль с нами дружить, будет... ...получать по башке. Ой, это что за палка? Жезл, бурь. Приказ, несите рейденцию урона слабейшим вражескому отряду или отрядом. Активируйте способность повторно, пока не израсходуете все заряды. В начале каждого хода увеличивайте число зарядов на один. Я помню, кстати, такую палку. Некоторые называют её... его палкой истины. Хм. Знают тут одну игру? Палка истины, которая называется... Что это значит? Эта штука юзается? Она не юзает, что ли, штукуру? То есть эта штука есть, но она не использует ее никак, я понял. Это было бы слишком просто, если бы она юзала эту штуку, каждый ход, что я бы ставил этих чуваков, и она бы убила двух этих чуваков, и они по пять нанесли, потом поставил этих чуваков, и они бы тоже задохли и принесли еще по пять каждый. Так, тогда начинаем с этого чувака. То поэта так и работает? Да. К вашим услугам. Хотя какая разница, да? Мы ставим этого чувака, включая две брони. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Пошёл. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Её Величество знает, что делает Четырнадцать только, да? Где-то еще шесть упустил А, чё? После поражения, чё эта штука не бьет? Надо было, наверное, почитать, чё тролль делает, да? Если человеке и делает тролли больно Больно, тролль делает бжжжжу Странный сияющий палка Обожает эльфов и луковый суп Понял Так, значит нам надо где-то Десяточку урона нанести В чём проблема а не дайте никому из союзника погибнуть без колебаний как прикажете не понял почему он не прыгнул на этого они друг на друга типа не прыгают personal это наверно пофиг было нет уверен как прикажете разумеется у меня то уж нету сил нет ли у тебя чего пожрать а то я голодный что твой волк и ее величество исключительно то же самое да блин единички не хватило что там 3 на 6 там 18 урон нас не тратится не перевел а 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 Вот, сейчас, возможно, успеем активировать тут сколько, 3, 6, 7, да. Разумеется. Да. Теперь скачем туда-сюда. Раз. А, нет. Наверное, от этих чуваков надо чередовать, сейчас попробуем с ними. Теперь нельзя было сразу кнопку сделать, начать заново. Если надо сначала сдаться, потом уже начать заново жать. Ну, это самое логичное. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Почему это не работает? Ее величество исключительно. Киквейт? Что? А что поменялось? Я с первого раза так и делал. А что не так? Че? Почему получилось-то? А что я поменял? Че я делал? Я сыграл вот этого чувака, сыграл вот этого чувака, да? А, я сыграл вот этих чуваков сначала. Верхний ряд, это два. Потом я их перегнал тележкой в нижний ряд. Это ничего не дало. Потом я перегнал тележку наверх. Это плюс три, пять. Плюс два от этих. Пять, два, шесть, семь. Затем я сыграл их вниз. Вверх, это плюс три, десять. Еще раз вниз, вверх, это плюс три, тринадцать. Они были сверху. Тринадцать. Я сыграл Рейнарда вверх, это четырнадцать. И просто туда-сюда. А почему у меня в первый раз то же самое не получилось? Что-то я в первый раз не так сделал, да? Это, блин, короче, в момент, когда я туда-сюда чувака угонял, по-моему, то же самое делал. Видимо, где-то что-то не так поставил. Ну ладно. А жезл бурь. Нехорошо в массе дыра. Если дыра, люди не едут. А если не едут, то не платят. Если не платят, то их в суп. Понятно. Что-то тролли очень любят мосты, да? Что-то я не раз видел тролля у моста. Что-то они прямо возле них тусят и тусят. Так, жезл бурь. Неубираемая стойкость. Приказ нанесить влияние урона слабейшему вражескому отряду. Повторенно активируйте эту способность, пока не израсходуете все заряды. В начале каждого хода увеличите число зарядов на один. В конце раунда обновите число зарядов. В конце раунда. То есть раунды это, которые вот эти коронки мы собираем, да? В конце обнулить. То есть, например, у нас раунд идет из пяти ходов. Пять получается на два-десять урона, да? Но зато это в каждом этом. Но нам надо не забыть заюзать эту штуку. Проблема в том, что он бьет в слабейший отряд, не какой-то фиксированный. А, у нас... А есть, как бы, наш персонаж дамажит, как бы, выбранные ряды, наносит девять урона. А если... То есть, смотрите, у нас, например, за двенадцать ходов мы нашу обилку уязаем шесть раз. Это шесть на девять. Пятьдесят четыре урона. А если мы убираем нашу штучку и берем эту палку, то за двенадцать раундов наша обилка будет заиспользована, значит, получается, не шесть раз, а четыре раза. Четыре на девять это тридцать шесть урона. Плюс эта палка стрельнет за двенадцать раундов на два урона двадцать четыре. То есть, тридцать шесть плюс двадцать четыре... Пятьдесят восемь. То есть, чуть-чуть больше. На четыре урона больше. Ну, на четыре урона... Плюс ко всему, если, например, будет раунд из шести. Ну, плюс ко всему, она еще случайно, кстати, кидает. А наша штучка не всегда бьет. Ну, кстати, ну, соглашись, фан, мы не всегда можем ударить. Она даже выгнана, на самом деле. Кстати, давайте попробуем реально. То, что нам выгодно, то, что мы бьем не сразу, например. То есть, наша штука будет кодажиться в три хода. За эти три хода чел поставит три существа. Рядышком. И мы в это время ударим сразу по трем новым существам. И отправим их в задний ряд, который у нас подошел. Хм. А, давайте потестим. Может быть прикольная хрень. Як. Дайте, кунь, бой. Срочно нужен бой. Хочу тестить. Где мы? В каруке нету никакого боя, блин. Ну, ладно, пойдемте про лтаймс. Потом протестим. Блин, мне интересно пересмотреть, че я в головоломке не так делал. А, нет, какой-то, кстати, вопросик. Может, там бой. Пазл тут и место вот здесь вот, да? А, еще один. О, кстати, не забудьте сюда заглянуть. Че тут за вопросик? Ну, тут бой, скорее всего. Черный дым, поднимавшийся от горящих садов и полей, превращал ясный день в непроглядную ночь. Находясь в середине колонны, Мэва не видела ни ее начала, ни арьергарда отряда. Рейнард велел солдатам сомкнуть ряды и маршировать молча. Пусть каждый держит ухо востро. Враг может воспользоваться ситуацией и устроить ловушку. Как только тишину прервал звонкий рог разведчика, Мэва тотчас же галопом направилась к голове колонны. Внезапно она очутилась среди обугленных, еще тлеющих хат. Что тут произошло? Среди развалин лежали тела крестьян. Босых, в одних рубахах, будто они еще не успели проснуться. Мэва посчитала, что это очередные жертвы нильфгаарцев. Но Гаскон был другого мнения. Посмотрите на стрелы. Нильфгаарцы такими не пользуются, и эльфы тоже. А эти следы в грязи? Видно, что атаковали не с троем, а поодиночке. Это должно быть бандиты. Стоявший рядом Рейнард согласно покивал головой. Гаскон знает, что говорит. В конце концов, он сам грабитель. Повисла неудобная тишина, которую прервала лишь Мэва, отдав приказ разведчикам установить, в каком направлении ушли бандиты. По следам вычислили, что разбойники укрылись где-то на севере. Где-то на севере. Я так подозреваю, где-то это вот здесь. Где им еще тут покрываться? А я здесь тут-то никого нет? Я могу полутаться? Блин, зачем это нам? Ну, знали то, что они где-то на севере. Что это разбойники. Что нам это дало? Могли бы просто пойти пролутаться здесь и все. Чем нам эти дополнительные диалоги просто так слушать? Продолжение следует...